Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Открытый диалог». Как всегда, в нашей студии актуальные темы и интересные гости, которым есть что вам рассказать. Сегодня с нами Сергей Ритюнский, начальник участковой службы межмуниципального управления МВД России Люберецкая. Сергей Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Мы сегодня поговорим о вашей работе непосредственно. И вот давайте начнем с того, что сейчас входит в обязанности управления участковых и полномоченных полиции. У участковых и полномоченных расширенный круг обязанностей. То есть практически каждый участковый – это хозяин на своей территории и отвечает полностью за криминальные составляющие на обслуживаемой территории. Но основные, конечно, обязанности – это раскрытие преступления. Но в отличие от других служб, самое основное, конечно, – это профилактика преступлений и административных правонарушений. Потому что самое главное – это не допустить любое преступление, любое правонарушение, чем потом это преступление раскрывать, прикладывать определенные силы, чтобы работала в дальнейшем следственно-оперативная группа, аппарат уголовного розыска. Поэтому от участкового зависит очень много. Потому что грамотно проведенный поквартирный обход, грамотно проведенный осмотр административного участка, он, соответственно, предотвращает большой круг как бытовой преступности, так и преступления, которые совершаются иностранными гражданами, семейными дебоширами. Ну и, соответственно, возлагаются именно такие серьезные обязанности на участковых и полномоченных полиции. Поэтому от участкового и полномоченного, в принципе, в целом зависит криминальная составляющая на обслуживаемой территории. От того, как он будет работать, от того, как он будет оперативно реагировать на жалобы граждан, населения, соответственно, будет зависеть и именно криминальная составляющая на обслуживаемой территории. Вот вы сказали про профилактику. Какие профилактические мероприятия проводятся сейчас на территории, ну, именно Люберец? Очень большое количество сейчас проводится оперативно-профилактических мероприятий. На постоянной основе на территории Люберецкого района, так же и на территории Московского региона проводятся мероприятия «Быт», проводятся операции «Анаконда», другие мероприятия. А расскажите, пожалуйста, что это за мероприятие? Мероприятие «Быт» направлено на предотвращение преступлений в совершенной бытовой сфере. То есть мы изолируем особо буйных товарищей, те товарищи, которые у нас освободились и были ранее судимы за преступления, которые были совершены против личности. Соответственно, у нас сейчас новый инструмент существует, в общем-то, расширяются обязанности участковых. В настоящее время лица, которые у нас освобождены из мест лишения свободы, если они ранее совершали тяжкие, особо тяжкие преступления или преступления против половой неприкосновенности, они подпадают под административный надзор. Административный надзор – это, в общем-то, старая составляющая, которая была еще разработана во времена Советского Союза. И в соответствии с данным законодательством участковые уполномоченные обязаны в ночное время проверять лиц, которые состоят под административным надзором. Соответственно, на данных лиц накладывается определенное ограничение, то, что они не имеют права посещать увеселительные заведения, в ночное время обязаны находиться они дома. И в случае, если участковые в ходе отработки административного участка в ночное время данных людей не находят по месту жительства, соответственно, к ним мы уже принимаем меры административного характера, которые предусмотрены административным кодексом. В случае совершения повторного нарушения они привлекаются к уголовной ответственности по статье 314 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому в настоящее время данный контингент, скажем, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, у нас полностью находится на постоянном контроле. Таких лиц у нас в настоящее время 102 под административным надзором находятся. Это лица, которые совершили убийства, это лица, которые совершили разбойное нападение, лица, которые совершили преступления против половой неприкосновенности, в том числе и несовершеннолетних. И плюс, помимо всего прочего, у нас еще 99 человек, это лица, формально подпадающие под административный надзор, те, которые, в отношении которых у нас поступала информация из мест лишения свободы, то, что они, находясь в местах лишения свободы, в общем-то, не вставали на путь исправления. Соответственно, в случае совершения данными лицами административных правонарушений против порядка управления, а против порядка управления это мелкое хулиганство, это распитие алкоголя в общественном месте, нахождение в общественном месте, в пьяном состоянии, составляем два административных протокола. После этого мы их также ставим на административный надзор и, соответственно, проводим профилактические мероприятия. То есть, в общем-то, это из советского прошлого, но я считаю, что... Действенно. Очень действенно, да. Вот операция «Анаконда» вы тоже упомянули, что это такое? Операция «Анаконда» – это мероприятие, которое направлено на выявление оружия. Это мероприятие, которое направлено на задержание преступников, которые находятся в розыске. Проводится она совместно с управлением уголовного розыска, совместно с сотрудниками ГИБДД. И основное мероприятие направлено на задержание преступников, а также на предотвращение экстремистских проявлений, террористических проявлений. В данном направлении мы очень успешно работаем. То, что за истекший период времени очень большая работа была проведена участковыми полномочиями Люберецкого района. Было достаточно раскрыто большое количество преступлений, которые квалифицируются как организация незаконной миграции. Это первая часть. И эффективная постановка на учет иностранных граждан. Это вторая и третья прима. То есть по этим преступлениям показатели всегда высокие? Да, всегда высокие. Притом они одни из самых высоких в Московской области. Чтобы для понимания наши зрители понимали, общее количество выявленных, также и раскрытых преступлений. Если брать общую структуру Люберецкого ОВД, более 40% преступлений было раскрыто участковыми полномочиями полиции. При наличии того, что у нас существует аппарат уголовного розыска, у нас при каждом отделе есть определенные другие службы по делам несовершеннолетних, есть патрульно-постовая служба. То есть в общей доле преступлений, которые в общую копилку внесли и были раскрыты, это раскрыты участковыми полномочиями. 40%. Это самая большая доля, в общем-то, исходя из других подразделений Московской области. Раскрывались очень серьезные преступления, по которым сейчас проводится дальнейшая работа не только сотрудниками, расследуется уголовное дело, не только сотрудниками Следственного управления, Следственного комитета, но также и органами Федеральной службы безопасности. Если не секрет, вот какое-то наиболее крупное дело можете вспомнить за последнее время? Достаточно много было выявлено участковыми полномочиями именно серьезных преступлений, потому что особое внимание мы уделяем преступлению, которые и предотвращаем преступления, которые совершаются несовершеннолетними. То есть очень серьезное преступление, значит, нами был задержан преступник, возбуждено сейчас уголовное дело, находится в местах лишения свободы. Это вовлечение несовершеннолетних в наркоманию. То есть он взрослый, вот, в общем-то, довольно-таки редкая статья, очень тяжело она доказывается, вот, в общем-то, также мы работали, и нами проводились определенные мероприятия, направленные на, значит, снижение криминогенности сейчас, довольно-таки, вот эта группа, которая Синий Кит, то есть мы также, наши сотрудники принимали очень серьезное участие, в том числе сотрудники по делам несовершеннолетних. Наша работа была направлена именно на выявление данных несовершеннолетних и также на установление преступников, которые вовлекают в данную группу. И, значит, благодаря нашей работе, в общем-то, были также возбуждены уголовные дела в других регионах, в общем-то, наши материалы были приобщены, и, в общем-то, преступники были задержаны. Ну, вот я слышала, что Синий Кит – это байка, нет? Нет, нет, нет. Верят дети и… Нет, верят, и как бы организаторы-то были задержаны, то есть это действительно группы, которые в ВКонтакте, разные существовали модераторы, которые вовлекали несовершеннолетних в данную группу, которые давали задания, то есть у нас такие несовершеннолетние были выявлены в ряде школ Брестского района, соответственно, они были нами поставлены также на учет, с ними была проведена психологическая работа, медицинская работа, и действительно там очень большой объем работы был проведен в данном направлении. А как вообще обстоят дела именно с преступностью среди несовершеннолетних сейчас на территории? На территории Брестского района, если говорить языком статистики, наибольшее количество преступлений, которое было совершено именно подростковой преступностью, это территория Брестского района. Но стоит обратить внимание, что основные преступления, которые совершаются, это не наши дети, которые у нас проживают, это в основном дети, которые сюда приезжают совместно с родителями, то есть как бы дети вот этих мигрантов. Также у нас есть крупные торговые центры, это у нас на территории мегакотельники, потом светофор, то есть и большое количество преступлений, которые совершаются несовершеннолетним, это, как правило, кража 158-й через 30-ю. Именно данная доля, она дала такой высокий рост, потому что Брестский район очень привлекателен, он экономически, сами прекрасно понимаете, что здесь находятся торговые центры, магазины, поэтому несовершеннолетние, которые не могут себе найти никаких занятий, соответственно, они находятся здесь и совершают преступления. А если брать по статистике наших детей, которые именно обучаются в школах Брестского района, в других образовательных учреждениях, ну, достаточно маленькое количество, если даже брать по другим районам. Здесь действительно большую работу проводят субъекты профилактики, это и комиссии по делам несовершеннолетних, это и управление образованием, это и подразделения по делам несовершеннолетних. Поэтому именно в данном направлении нам удалось удержать, чтобы у нас данный показатель никак не повышался. Притом детьми нашими не было совершено тяжких, особо тяжких преступлений, то есть это тоже достаточно, в общем-то, серьезный момент. И говорит о серьезной профилактической составляющей, то, что в данном направлении мы находимся на направленном пути, и, в общем-то, работает и школа, и управление образованием, как сказали, комиссия по делам несовершеннолетних. Прежде чем уйти на рекламу, кратко, вот какие показатели сейчас все-таки растут, каких преступлений больше совершается? Хотел бы обратить внимание на то, что мы имеем существенное снижение убийств, очень существенное, притом мы имеем снижение убийств довольно-таки кратно. Значит, мы имеем снижение именно преступлений, которые у нас характеризуются как незаконный оборот наркотиков, притом у нас значительно меньше на территории Люберецкого района было совершено преступлений, которые совершены в состоянии наркотического опьянения существенно, притом данный показатель упал несколько раз. Сейчас доля несколько меняется, если раньше большое количество преступлений, как правило, у нас были 228, то есть это хранение, то сейчас основная работа направлена именно на выявление сбытчиков, поэтому достаточно большое количество установлено преступников, которые совершали сбыт наркотиков, и бы изымались довольно-таки крупные веса. Мы имеем на территории Люберецкого района увеличение преступлений, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения, то есть это, конечно, большой бич, мы проводим определенные мероприятия, но это говорит о том, что у нас существует ряд торговых точек, которые продолжают в ночное время продавать алкоголь, и притом, прикрываясь законом, пытаются лавировать, обкладывая себя различными документами, доказывая то, что они являются предприятиями общественного питания, потому что у нас существует определенное ограничение, то есть алкоголь у нас разрешено торговать с 8 до 23.00. То есть, соответственно, если предприятие является предприятием общественного питания, оно имеет право торговать и после 23.00. Соответственно, они подают различные уведомления и себя позиционируют, что они являются предприятием общественного питания. Поэтому, да, мы имеем увеличение, но помимо этого работа проводится, нами изымается достаточно большое количество алкоголя, так называемого, контрафактного, и также изымаются довольно-таки большие, привлекаются лица, которые торгуют алкоголем в ночное время, И в том числе мы имеем серьезные показатели по привлечению к уголовной ответственности лиц, которые повторно продали несовершеннолетним алкогольную продукцию. За это предусмотрена алкогольная ответственность уголовная по статье 151 Прим. 1 УК РФ. Пять человек, пять продавцов, в том числе должностные лица, были привлечены к уголовной ответственности за истекший период времени. Сергей Алексеевич, я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу. Уважаемые телезрители, напоминаю, вы смотрите программу «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Сергей Ретенский, начальник участковой службы межмуниципального управления МВД России Люберецкая. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. Уважаемые телезрители, мы возвращаемся в студию. Напоминаю, вы смотрите программу «Открытый диалог». Сегодня с нами Сергей Ретенский, начальник участковой службы межмуниципального управления МВД России Люберецкая. Сергей Алексеевич, продолжаем разговор. И вот в продолжение темы несовершеннолетних. Не секрет, что вот спайсы, соли, миксы, вот этот вот бич, наверное, сегодняшней молодежи, тема эта есть, остается. И как боретесь с этим, распространением этих веществ? Ну, значит, выявлены были нами тоже преступления, которые были совершены среди несовершеннолетних. Но, как я уже сказал, то, что это иностранные граждане, которые прибыли и находились здесь, на территории Люберецкого района, они были привлечены к уголовной ответственности по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Соответственно, проводим мы серьезные профилактические мероприятия с управлением образованием. То есть у нас существует и анкетирование, и проводятся всевозможные другие профилактические мероприятия, направленные именно на выявление данных подростков. Значит, серьезные мероприятия проводятся именно по выявлению именно те, которые у нас не то, что распространяют наркотические средства, а те, которые дают рекламу, то есть за прошедший период времени были задержаны взрослые, которые разрисовывали дома у нас на территории Люберецкого района всевозможными спайсами, миксами. Они оказались гражданами Беларуси. Они, соответственно, были привлечены к административной ответственности, потому что данный состав предусматривает под себя именно административную ответственность. И работа довольно-таки серьезная проводится. То есть совместно и с управлением образования, совместно и с комиссией по делам несовершеннолетних. И те подростки, которые были замечены, или те, которые в ходе анкетирования было выявлено психологами, то, что они имеют склонность, они ставятся нами на учет и проводятся очень серьезные работы с ними. Спасибо. Вот тоже вопрос, он, наверное, многим будет интересен, и меня даже он очень волнует. Вот зачастую сотрудники полиции недостаточно, может быть, много внимания уделяют таким вещам, как, например, преследование одного человека другим, там, угроза убийства. Ну, к примеру, да, когда молодой человек там ревнивится и там преследует свою бывшую девушку, под подъездом у нее дежурят, звонят ей ночами. Вот не всегда вот уделяют внимание, по моему мнению. Вот как вы работаете, именно ваш отдел работает с такими вещами? Ну, значит, ответственность у нас, да, существует. Данная статья предусмотрена у нас статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации, в которой диспозиция звучит как угроза убийством. Действительно, у нас данные уголовные дела возбуждаются в случае систематического преследования, когда существует реальная угроза за жизнь и здоровье. Таких ситуаций у нас масса происходит. За истекший период времени на территорию Люберецкого района было возбуждено порядка около 400 уголовных дел по данной статье. Все они были направлены в суд. И данная статья, почему она называется «двойная превенция»? В связи с тем, что именно она возбуждается на предотвращение более тяжкого преступления. То есть существует определенный набор статей. Это статья 119, 115, 116. Это сейчас там изменения, это побои, либо из хулиганских побуждений, либо повторные побои, истязания. То есть данная статья возбуждается с целью предотвращения более тяжких преступлений. Это статья 105, статья, которая характеризует убийство, причинение тяжкого вреда здоровью. То есть таким образом мы предотвращаем. То есть мы в первый раз, я не знаю, повторно, предупреждаем в случае недопущения более тяжкого преступления. Скажите, пожалуйста, вот тоже не редкость, это домашнее насилие, побои, к тому же это все относится. Вот как с этим работаете, с семьями? Есть какой-то, может быть, филактика? Да, также у нас на учете, помимо того, что состоят семейные дебоширы, у нас состоят на учете и неблагополучные семьи. То есть с ними также проводится очень серьезная работа. Все они у нас находятся на учете. И с ними действительно проводится очень серьезная, постоянная работа. Были, конечно, введены изменения. Если раньше статья 116, побои, она, в общем-то, характеризовалась и возбуждалась сразу, то теперь первоначально составляется административный протокол. Только при повторном совершении данного административного правонарушения, при повторном, в течение определенного периода времени, возбуждается уголовное дело. Но в случае, если побои совершаются из хулиганских побуждений, то сразу автоматически возбуждается уголовное дело, и лицо, которое совершило, оно сразу привлекается к уголовной ответственности. То есть существуют определенные моменты, связанные с применением уголовного законодательства. Конечно, мы, как правоприменители, во многом, я со своими коллегами разговариваю, в общем-то, не согласны, то, что мы, в общем-то, считаем, то, что необходимо сразу возбуждать. Вот да, это широко обсуждалось, закон, законопроект. Вот так, по вашему мнению, стоило ли? Мое мнение, то, что не стоило вносить вот эти изменения. Я считаю, что статья 116, она очень серьезно работала. И если человек действительно, он наносит кому-то телесные повреждения, но не только из хулиганских повреждений, могут какой-то личный мотив быть, еще что-то. Ну, тот же алкоголь. Тот же алкоголь, конечно. Я считаю, что необходимо сразу привлекать к уголовной ответственности. То есть не надо, думаю, никаких предупреждений. Все люди взрослые, если один человек другому наносит, в общем-то, телесные повреждения, которые характеризуются при проведении судебно-медицинской экспертизы как побои, я считаю, что надо сразу, в общем-то. И это действительно более такой действенный путь, чем составлять административные протоколы. Поэтому, конечно, мы имеем несколько снижений по данной статье именно привлечения к уголовной ответственности данных лиц. Ну, в общем-то, как бы на общую криминогенную обстановку это не влияет, потому что по уровню бытовой преступности, уровень бытовой преступности, так же и рецидивной преступности на территории Либеретского района серьезно снижен, серьезно понижен. У нас, если проводить анализ, основные преступления это совершают, как правило, приезжие, которые из других регионов Российской Федерации. Мы также имеем снижение роста преступности, которая совершается иностранными гражданами. Если брать в общей статистике, значит, могу довести, в основном думают то, что у нас преступления совершают граждане Средней Азии. Сейчас за последнее время криминологическая составляющая очень сильно изменилась. Практически 50%, даже больше, у нас совершают преступления граждане Республики Украины. Притом граждане Республики Украины, ну, как называемые, те, которые прибыли у нас с Восточной Украины, если проводить анализ. И основное, конечно, это, опять же, это хранение наркотических средств, это другие преступления, в общем-то, серьезные. Поэтому, если раньше это Средняя Азия была, то сейчас, учитывая вот эту политическую составляющую, акцент очень смещен, именно они, в общем-то, совершают преступления. Наши жители именно Люберецкого района неуклонны, и хочу, чтобы на это мы обратили внимание, идет снижение преступлений, которые совершают жители нашего Люберецкого района. С другого угла хочется посмотреть немного на вопрос миграции. Постоянно растет и население нашего округа, маленького округа. И постоянно строятся новые микрорайоны, сейчас вот на севере города, и, конечно, там очень не хватает опорных пунктов полиции. Когда же создадут их? В самолете, ЖК Люберцы, вот, как раз на 7-8. Люберецкий район вошел в программу 100 участковых пунктов полиции Московской области. В ближайшее время планируется открытие участкового пункта полиции микрорайон «Самолет» на улице Дружба. Уже помещение выделено, уже начался ремонт, так что в ближайшее время, в общем-то, участковый будет находиться там, на своем рабочем месте. Также открытие участкового пункта полиции планируется микрорайон «Красная горка». Это 7-8 микрорайон, тоже помещение выделено. Вот в ближайшее время тоже уже начнется ремонт. И также уже рассмотрен вопрос, уже давно жители тоже просили, значит, на территории микрорайона Томильнойской птицефабрики также будет открыт участковый пункт полиции, и также на территории Малаховского отдела полиции, ну, ориентировочно улица Заречная, то есть там планируется. Помимо всего прочего, Люберецкий район, в отличие от других районов, очень усиленно сейчас внедряется система АПК «Безопасный регион». Значит, уже порядка тысячи видеокамер установлены, которые в режиме реального времени и постоянно идет запись с выводом на дежурную часть. Мы мониторим обстановку, которая у нас именно в общественных местах. С введением данного АПК «Безопасный регион» уровень уличной преступности на территории Люберецкого района был снижен сразу в два раза. То есть сейчас мы в состоянии определить и вычислить преступника, вот если он совершает где-то уличное преступление, по видеокамерам мы, в принципе, можем его провести и установить, где и он скрылся. Были раскрыты серьезные преступления, резонансные преступления. В частности, было возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Был установлен памятник Николая Расторгуеву. Буквально после установки сразу у нас есть определенные категории лиц, которые осквернили данный памятник. Значит, было возбуждено уголовное дело. И именно с помощью видеокамер, фактически мы с помощью видеокамер этих преступников довели до дома. То есть таким образом данное преступление было раскрыто. Также было раскрыто очень серьезное дерзкое преступление. Был избит мужчина в переходе подземном на станции Люберцы. Притом беспричинно. Двое отморозков, значит, нанесли ему очень серьезные повреждения. Также с помощью видеокамер, то есть даже не применяя никаких других мер, мы, в общем-то, проследили. И информация у нас на нашем сервере хранится в течение довольно-таки длительного времени. Сейчас каждый отдел полиции имеет автоматизированное рабочее место. То есть сейчас все усилия и руководства Люберецкого ОВД, и Люберецкая администрация направлены именно на автоматизирование любого рабочего места того же самого участкового. То есть мы сейчас можем просмотреть даже по прошествии какого-то определенного времени, что происходило в определенном промежутке времени, там, где установлены видеокамеры, в общественном месте, и, в общем-то, и выяснить, установить свидетелей, установить преступников, либо установить необходимые для нас обстоятельства. То есть я понимаю то, что очень многие сейчас недовольны, но программа эта уже выработана, и я так считаю то, что именно люди, которые, в общем-то, нормально дружат с законом, я считаю то, что данному обстоятельству, в общем-то, они должны приветствовать и, в общем-то, радоваться то, что мы теперь в состоянии, в общем-то, проводить определенную работу на установление преступников таким образом. И камеры будут расширяться, значит, было последнее совещание, значит, проводил министр безопасности Подмосковья в правительстве Московской области, то есть Люберецкий район включен в программу, и в ближайшее время будет серьезное еще увеличение, там, практически чуть ли не в два раза этих видеокамер. Для нас это очень серьезное, в общем-то, подспорье. Хорошо, Сергей Алексеевич, а вот давайте поговорим о хорошем, побольше, то есть не совсем недавно отмечалось столетие МВД, то есть День полиции, и вот тоже недавно был ваш профессиональный праздник, День участкового. Вот как отметили лучших сотрудников и что лично вы можете им пожелать? Значит, наш участковый полномоченный взял, значит, ему вручил губернатор, второй премию он занял на территории, значит, ему были вручены денежные средства в размере 300 тысяч рублей, то есть первое место занял Истр, второе занял Люберца. То есть я считаю, что это достаточно серьезное подспорье, значит, в канун столетия со стороны Владимира Петровича Оружицкого участковыми были выделены квартиры, то есть общее количество квартир, 10 квартир. Я считаю, что у каждого сотрудника есть стимул работать в данном направлении, то, что администрация нас не забывает, вот, и действительно оказывает всевозможную нам помощь и участвует в нашей жизни. И, конечно, я хочу сказать, то, что именно Люберецкое ОВД характеризуется именно преемственностью, то, что мы никогда не забываем своих ветеранов, вот, в столетии, то, что был проведен серьезный праздник начальником Люберецкого ОВД, который организовал данный праздник. И, конечно, мы не забыли ветеранов, ветеранов Люберецкого ОВД, вот, ветеранов участковой службы. И, конечно, хочется сказать им огромное спасибо, то, что действительно они вырастили достойное, в общем-то, надежное поколение, то, которое, в общем-то, достигает очень серьезных результатов. По оценке деятельности службы, значит, Люберецкое управление внутренних дел находится постоянно в первой тройке лучших отделов, то есть, поэтому у нас существует преемственность. И, конечно, огромное слово благодарности хочется сказать нашим ветеранам, которые действительно вложили и сделали большой вклад в становление Люберецкого ОВД. Вот, это Бурлакову Василию Емельяновичу, это Юхману Юрию Ивановичу, Ригелю Виктору Густавовичу, который отдал большую часть своей жизни именно участковой службе. Вот, это Даниленко Николая Григорьевичу, который также очень длительно проработал. Ну, и вспомнить тех сотрудников, которые действительно стояли у руля нашего Люберецкого ОВД, те, которые уже ушли из жизни, в частности, у нас Бычков Александр Петрович, это первый начальник участковой службы Люберецкого района, тот, который тоже очень много сделал для становления Люберецкого ОВД. Ну, и, в принципе, хотелось всех сотрудников поздравить с прошедшим праздником, как 100-летие российской милиции, так и участковой службы 94-летием. Вот, всем пожелать здоровья, счастья, удачи, карьерного роста. Вот, и, в общем-то, всегда с хорошим настроением возвращаться домой, чтобы дома ждали. Вот, от всей души поздравляю. Сергей Алексеевич, я тоже присоединяюсь к поздравлениям и поздравляю вас. Ну, на этом мы нашу программу завершаем. Спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, я напоминаю, вы смотрели программу «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях был Сергей Ретюнский, начальник участковой службы Межмуниципального управления МВД России Люберецкая. Смотрите нас на телеканале ЛРТ. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин